всем здравствуйте вот такой привезли мне прицеп работу конечно видно его не очень в тесных в тесном месте он стоит целью провести ряд переделок модернизации ну и ремонт буду снимать кусочками сегодня наконец-то начну ну первая проблема в прицепе установлен вот такой холодильник фирмы dometic известный газовый ну газовый 12 вольт 220 вольт у него проблема с работой от газа горелка не разжигается то есть там при попытках при попытках запуска происходят вспышки такие хлопки но горение не происходит все тухнет доступ с улицы доступ с улицы не очень хороший вот наверно солнце сильно ничего тут не видно ну в общем вот здесь вот за теплоотражающим вот этим экраном расположена горелка но экран снять через этот люк не получается доступ плоховастый а хочется туда залезть все посмотреть там почистить обслужить и холодильник буду снимать все холодильник почти достал за заглушечками о которых я говорил саморезы оказались под торкс 25 будьте к этому готовы если что вот немножко холодильник выдвинул а система подключения газа такова что газовая трубка не дает ему его оттуда достать то есть там через лючок я открутил подачу газа немножко его выдвинул снял дверку тоже несложно тут вот винтик снял крышечку ну видно что тут прицеп россии а может и не в россии ездит уже какое-то время сюда уже неоднократно люди лазили тут саморезов не хватает тут что-то понакручено понаверчено обнаружились какие-то обрезанные провода которые примотаны к питанию 12 вольтовому что-то когда-то подключали тут ладно это ерунда с этим разберемся самое главное он оттуда вылез здесь вот есть большое желание еще снять полочки но у полочек крепления кто-то поменял местами короче их запихали туда силы хочется полочки достать может быть от пескоструить покрасить ну так привести все в божеский вид продолжаем разбираться с холодильником вот я разобрал горелку почистил помыл роду все вроде бы с ней должно быть в порядке не забываем что горелки вот здесь стоит шайбочка калибровочная шайбочка с таким маленьким отверстием которое дозирует количество подаваемого газа есть большое подозрение что холодильник не работал из-за вот этой штучки рассекатель рассекатель упал видимо когда-то и его конец находился внутри горелки то есть он слетел с крючка он должен висеть вот тут сверху на крючке на этом видимо когда-то тут вот эту выхлопную трубу кто-то снимал ставил крючок слетел вот этот рассекатель спиральный провалился через камеру сгорания вниз в горелку ну и скорее всего он препятствовал розжигу может быть он перекрывал пламя и не нагревался этот конец термодатчика проверил вот этот переключатель режимов работы внутри в отличном состоянии колочки не стерты все там вроде как хорошо работает здесь тоже я надеюсь что все в порядке буду собирать здесь сверху все соберу половину саморезов не было ничего тут все как бы ну кто-то лазил уже сюда неоднократно все закреплю закручу уложу все жгуты все тут немножко протру помоем еще есть большое желание достать вот эти полки крепление полок такое тут интересное полки вставляются вот такие углубления через пластиковые втулочки и хитрость в чем с одной стороны углубления как бы глубина маленькая с другой стороны они такие глубокие втулки вот эти вот пластиковые они тоже с одной стороны втулка глухая с другой стороны она с отверстием и предполагается для того чтобы снять полку допустим переставить потому что возможность такая предусмотрена можно повыше сделать пониже полку нужно сдвинуть в одну сторону но в данном случае влево сдвинуть полки нужно и тогда с правой стороны она высвобождается можно ее достать но здесь вот из-за того что втулки видимо уже под изношены или что-то там с ними случилось непонятно их переставили местами и полку теперь достать очень сложно только через некое сгибание разгибание деформирование хочется тоже вот кто-то когда-то их поменял эти втулки местами чтобы полки не вываливались потому что полки видимо начали вываливаться во время движения прицепа их поменяли местами и тем самым убрали вот эту возможность переставлять полки а хочется ее восстановить не могу нигде найти в интернете описание работы вот этого термостата отсекателя газа как он устроен может вы что-то подскажете то есть я от него не понимаю вот эти контакты что они делают в схеме от холодильника написано как там готов коррент то есть как бы система отключения подачи газа я не понимаю как она работает потому что в регуляторе вот в этом регуляторе когда мы ручку выставляем в положении газ этот как бы вниз вот эти два контакта которые подключаются как раз провода вот на вот этот готов коррент они просто внутри регулятора друг на друга замыкаются и как бы как это все работает что находится вот здесь мне прям вообще не понятно не знаю все звонится все на коротко как бы все ну как работает вот этот отсекатель я замешать не знаю то есть как работа датчик когда вот этот датчик который стоит внутри горелки то есть вот это я понимаю когда мы начинаем розжиг принудительно открываем клапан подачи газа нажимаем кнопку пьеза розжига горелка зажигается некоторое время ручку нужно держать нажатой отправим не горелки вот этот вот типа сельфон не сельфону что такое нагревается расширяется трубочка медная я так понимаю что вам создается избыточно какое-то давление вот эта трубочка того от датчика вот она тут механически на что-то нажимает ну там внутри как бы открывается подача газа что не требуется уже удерживать нажатой вот эту ручку то есть вот этот стерженек и все горелка разгорается и она горит самостоятельно то есть это как бы датчик для безопасности то есть он следит за тем происходит горение или нет если по какой-то причине пламя потухло то датчик остывает и подача газа перекрывается вот но как с этим связано вот эти два провода я замечательстве я не понимаю если кто-то знает может быть кто-то когда-то это видео увидит и прокомментирует было бы здорово такое вот еще тут печальное местечко нашлось под крышечкой здесь защитная крышечка проходят трубки подачи газа под крышечкой две поролонки и крышечка когда-то видимо была протечка поролон не сох ли сох очень плохо и вот одна трубочка тут очень печальная заменить ее нечем то есть по идее бы надо медную поставить по-хорошему ну развальцевать трубочку нечем вальцовка похоже на тормозные магистрали автомобильные чем-то похоже попробую сейчас ее сниму место зачищу не посмотрю что-то попробую преобразователь ржавчины хотя бы немножко там что-нибудь законсервировать обработаю смою покрашу вот что получилось то есть все что было жару и кисленное я все зачистил как планировал обработал преобразователем ржавчины и все покрасил преобразователь ржавчины нужно смывать как правило кислотные составы или нейтрализовать или смывать небольшим количеством воды я холодильник помыл целиком все покрасил автомобильной краской черный нашлась матовая покрасил матовой вот закрепил все трубочки отдел автомобильные гофрированные изоляторы все подвязал где что могло тереться везде все подложил тут вот тоже ну и вот вот это вот то что показывал только там подачи газа была сильно корридированы тоже я ее зачистил покрасил отдел на нее гофрированную трубку ну вот вместо того поролона который здесь по заводу лежал я поставил кусочек из спененного полиэтилена сделал в нем прорезь из него протянулся трубочки надеюсь что так будет лучше хотя бы спененный полиэтилен себя не впитывает влагу то есть у него структура закрыта и чистая если даже что-то протечет потому что вот этот место компоновка в прицепе ну вот как в данном конкретном прицепе такова что над этим местом находится комфорки плиты газовой ну и обнаружилось что на одной из комфорок наверно все знаете там вставляются решетки на которые ставятся посуда решетки вставляются прямо в плиту и ножки решеток они проходят через отверстие отверстия должны быть уплотнены там резиновыми вставочками и вот на одной решетке на средней комфорте вот эта резиновая вставка была видимо утеряна как раз вот над этим местом и видимо когда плиту мыли или может быть что-то там убегала все это протекала на холодильник здесь был поролон поролон впитывал эти жидкости очень плохо сох медленно ну и вот пошла коррозия вот этой трубки вот я резинку из соседней комфорки там еще одна комфорка находится как бы правее но я с обратной стороны смотрю на холодильник вот я оттуда эту резиночку достал поставил вместо которое надо вот этой поверхностью ну и владельца тоже предупрежу что нужно быть вот с этим внимательно то есть воду туда лить прям активно не стоит при мытье ну или как-то ее собирать вытирать эта трубка термостата терморегулятора которая сильфон уходит именно в морозильную там или холодильную ну неважно куда здесь вот тоже она такая просто лежит как-то странно мне вот так вот тоже отдел кусочки трубки что хотя бы она не билась не терлась все надеюсь подготовительный этап завершен пойду сейчас монтировать на место холодильник установлен на место все подключено питание 220 12 вольт газовая магистраль ну и все работает не с первой попытки мы понятно что магистраль завоздушилась но работает вот так вот видно порядок запуска напомню тем кто забыл или не знает нужно убедиться что на главном коллекторе открыто кран подачи питания подачи газа на холодильник естественно убеждаемся что у нас открыт вентиль на газовом баллоне переключатель управления режимов ставим в положение газ регулятор температуры ставим на максимум нажимаем его удерживая нажимаем кнопку розжига здесь холодильник без контроля работы без ничего такой как бы простой но по сути надежный и во время этого всего во время розжига смотрим смотровое окошко возможно будет некая вспышка после вспышки должен появиться устойчивое горящее пламя несколько секунд продолжаем удерживать то есть после того как произошел розжиг продолжаем удерживать эту рукоятку нажатой это мы принудительно подаем газ на форсунку зачем нужно вот это время ожидания чтобы нагрелась термопара которая в форсунке расположена как только она нагревается она уже начинает сама контролировать подачу газа это та самая защита от пропадения пропадания пропадения пламени то есть термопара нагрелась она понимает что горелка горит и с ней все хорошо и начинает сама поддерживать подачу газа рукоятку можно отпустить и отрегулировать желаемую температуру все то есть подведя итоги в холодильник не работал по ряду причин наверное а может быть какая-то одна из них то есть основное я считаю это то что в камеру сгорания упал рассекатель кроме этого я почистил контакты вот в этом регуляторе но они были хорошего состояния но я просто подстраховался почистил ну и самое главное я почистил саму горелку то есть все следы там на горе и так далее заглядывал в него через полчаса после того как включил ну через полчаса он естественно там даже признаков не подавал что температура начинает снижаться я даже немножко запить жевал сначала ну по итогу через три часа все в порядке холодильник работает градусник лежал в холодильном отделении здесь плюс пять вот я его буквально там две минуты назад переложил морозилку уже вот градусник остывает потихоньку минус пять то есть я думаю что градусник остынет и все в порядке задняя стенка обмерзает и не ну и не особо нет потому что влажность низкая ну все работает все хорошо